Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой» и ведущий Диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях помощник благочинного при храмах Санкт-Петербурга, при храмах, храмах, при вузах Санкт-Петербурга, простите, пожалуйста, должность такая специфическая, Ирей Олег Байда. Здравствуйте, батюшка! Добрый вечер! Прошу вас, по традиции, благословите наших телезрителей на начало. Все христиане являются учениками школы Христа, поэтому желаю всем успехов в учебе и Божьего благословения. Спасибо, Господи, батюшка! Дорогие друзья, вы уже, наверное, поняли, что так как у отца Олега и должность специфическая, тем у нас тоже будет специфическая, посвящена храмам в вузах и служению священника в них. Отец Олег, насколько я знаю, по России у нас около 100 храмов в вузах и треть, 30 храмов находятся в Санкт-Петербурге. Почему такая ситуация сложилась? Это связано с тем, что до революции в Российской империи все высшие учебные заведения строились сразу вместе с храмами. И сегодня многие эти здания сохранились. И нам легко вести разговор о том, что в них необходимо должен быть храм. Но вторая причина – это сложившиеся добрые отношения с ректорским корпусом вузов Санкт-Петербурга. – То есть этот диалог постоянно развивается? – С каждым годом. – Батюшка, ну и мы на плазме у нас видим Смольный собор. Этот собор был главным вузом? – Главным храмом вузов России до революции, да. – А какая роль его сейчас? – Сейчас, к сожалению, службы там проходят хоть и каждый день, но только в утреннее время. А вечером там концерты, что, конечно, очень мешает приходской деятельности. Но для студенческой жизни у нас есть специальное, конечно, богослужение для молодежи. Прежде всего, на Рождество. Вот мы сейчас видим богослужение в ночь рождественскую. Более тысячи студентов санкт-петербургских вузов. Подарки, угощения, концертная программа. И, конечно же, он является центром проведения праздников Святой Татьяны в Санкт-Петербурге. Вручение наград, литургия, прежде всего, конечно, с участием студентов. Несколько тысяч человек. Всем дарятся подарки, особые грамоты, памятные знаки, концерт. На Пасху, вот в этом году впервые была пасхальная вечерня, ослужена митрополитом санкт-петербургским и ладожским в Арсенофе. Были приглашены тоже студенты, которые дарили инвалидам, детям, инвалидам Санкт-Петербурга, пасхальную радость. Дарили также подарки. Студенты Петербурга, детям. Надеемся, что этот фестиваль «Радость в ладонях» будет традиционным. Завершается день, стоя в Татьяны, балом. Три балла в год у нас проводятся совместно с Ассоциацией Межвудовской Покров в Татьянинский бал, Бал Победы и Покровский бал. Совсем недавно, это свежие новости, в Нахимовском училище у нас открылся храм. И в этом же году открылся храм в университете МВД. Вот мы здесь можем видеть, уже даже проводятся богослужения. Отец Фома наш, тоже регулярный участник программы. Ну, это самое главное, конечно, событие, значимое. В этом году в сентябре прошла первая служба в строящемся храме в Межвудовском студенческом городке. Мы большие надежды на это возлагаем, потому что все-таки около 15 тысяч студентов там проживает. И мы, собственно говоря, вот сейчас пока в таких условиях проводится работа. Летом у нас есть лагерь, то есть не прекращается работа. Приглашаем студентов, приглашаем школьников, и все вместе проводим летние лагеря. В этом году будет очень большой лагерь. Это один из первых наших храмов. Открылся в 2000 году при Медицинской академии имени Мечникова. Вот он был в таком состоянии, сейчас мы можем увидеть. И буквально через некоторое время, и сейчас он выглядит вот так. Храм Марии Магдалины на проспекте Косыгина, хоть он находится и не при ВУЗе, но является очень важным. Очень важным для нас, потому что на первом этаже храм на втором, а на первом этаже у нас находится духовно-просвидительский центр, где занятия проводятся ежедневно. Иконопись, колокольный звон, хор, церковно-славянский язык. Но главное, конечно, воскресенье – это богословские лекции, кинолектории также есть. Вот мы здесь видим занятия по церковной живописи. А это уже лекции в ВУЗах Санкт-Петербурга. Батюшка, я знаю, что вы осуществили некий такой подвиг. Вы прочитали 40 лекций за один месяц в 10 ВУЗах. Как вам такое удалось чудо? Так получилось. Так получилось, что пришлось мне исполнять вот это послушание. И лекции у меня были для каждого ВУЗа. 4 лекции, 4 темы, 10 ВУЗов. Иногда приходилось в один день посещать 2 ВУЗа. Это, конечно, было тяжело. Но с Божьей помощью, слава Богу, справились. Батюшка, о чем? О чем ваши лекции и какой диалог вы строите? У меня 4 темы. 4 темы. Первая тема – выбор призвания. То есть, что Библия говорит, что православная церковь учат об этом. Вторая тема – выбор спутника жизни. Третья тема – выбор общественно-политической позиции. И четвертая тема – это об иссихазме. Простите, Батюшка. Не страшно ли вам затрагивать такую тему, как иссихазм? У меня не страшно. Я сначала сам тоже думал, что эта тема не миссионерская, что тема слишком сложная для каких-то продвинутых православных. Но когда в первый раз стал об этом говорить, оказалось, что в любой аудитории все люди слушают внимательно. Ведь почему сейчас молодежь у нас так увлекается эзотерикой, йогой, восточными религиями? Потому что, к сожалению, приходя в православный храм на службу, они не все понимают и не видят вот той глубины, той мистической духовности, которая в православной церкви превосходит всякую любую другую религию в мире. Батюшка, ну а какие вопросы студенты задают? Ну, конечно же, вот из этих четырех тем, самые две важные темы – это первый выбор призвания и выбор спутника жизни. Потому что профессия и жена – это вот точка бифуркации, где определяется вообще будущее человека. Это очень важно. И да, вот студенты спрашивают о том, например, в чем назначение человека. Я сначала говорю о научном определении, что с точки зрения науки светской назначение человека – это передача информации. И это не противоречит Библии, потому что передача информации – это и передача кода ДНК, плодитесь и размножайтесь. И это есть, прежде всего, призвание проповеди. Но самое главное то, что с точки зрения Библии, для чего Бог сотворил человека? Бог сотворил человека для общения. Для общения с собой и общения с ближним. Во исполнение заповеди – возлюби ближнего твоего, как самому себя. А первая заповедь – это возлюби Бога. И это же касается брака. В чем цель брака? Многие считают, что в деторождении – это распространенное мнение. И я на своих лекциях стараюсь быть для студентов провокационным. И я говорю о том, что это не так. Что на самом деле, если бы деторождение было целью брака, то тогда бездетные браки были бы недействительны, например. На самом деле, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И цель брака – это, прежде всего, тоже общение. И поэтому вот все проблемы у человека, как в браке, так и с его профессией, это связано только с проблемами в общении, а значит, это проблемы любви. Батюшка, может быть, Вы могли бы поделиться каким-то таким опытом именно лекционного характера, как образец каких-то приемов? Я вспоминаю, когда я пришел в один из вузов, не буду его называть, но я точно знаю, что все там в аудитории были неверующими людьми. Но это легко определить в течение лекции по особым вопросам, по их реакциям. Обычно всегда есть один-два в каждой аудитории православных. Это был, оказывается, факультет пиар, и на этом факультете не учились ни православные, ни мусульмане, ни католики, ни буддисты. Но, тем не менее, так как лекция была на Светлой Седмице, я зашел в аудиторию и сказал «Христос воскресе!» И весь зал ответил «Воистину воскресе!» И, конечно же, после этого было очень легко, совершенно в другой атмосфере общаться. Ну, конечно, самое лучшее общение – это когда удается со студентами просто в такой втихой радости, с улыбками на устах посидеть молча. Вот это уже высшая форма общения, которая дается не благодаря каким-то приемам, а благодаря тому, что каждый человек, который хочет проповедовать или читать лекции, конечно, должен иметь внутри себя способность не просто к общению, а способность любить. Отец Олег, ну, вы знаете, параллельно ведь ведется у нас работа в церкви по внедрению основ православной культуры в школе, да, и этот процесс идет очень сложно, с трудностями. А вы говорите о том, что вы с легкостью входите в аудиторию к студентам. Скажите, встречаете ли вы сопротивление в вузах? Вы знаете, несмотря на прямое распоряжение ректора одного из вузов, центрального, причем, вуза Санкт-Петербурга, мне не удалось провести там лекцию, потому что зав. кафедры сказал примерно такую фразу, что, ну, вы знаете, что в нашей стране священник не может выступать в вузе. На что я ответил, что мы, наверное, с вами в разных странах живем. Трудности бывают, но с любовью, конечно, с Божьей помощью их преодолеваем. Слава Богу, что особых каких-то провокаций, противостояния не было. И вот сейчас, например, я уже два раза в неделю, по субботам и понедельникам, читаю лекции в педиатрическом университете на регулярной, постоянной основе. Ну, мы можем даже посмотреть немножко о том, как вы это делаете. Сейчас мы увидим небольшой ролик и прокомментируем его. Вот мы, собственно, видим храм. Батюшка. На углу Самсоневского и Литовской находится храм святых царственных страстотепцев при медицинском педиатрическом университете. Богослужения там проходят не каждый день. И это сейчас не воскресный день, поэтому мы не видим в храме много людей. Но вот самое главное здесь, конечно, особенность – это та, что при многих медицинских вузах есть больницы, так же, как и здесь. И кроме работы со студентами, приходится каждый день идти в больницу, а там и перинатальный центр крупнейший на Северо-Западе. И приходится причащать младенцев, детей после сложных операций, приходится успокаивать родителей, мамочек. Это тоже включает в себя жизнь храма в вузах Санкт-Петербурга. Батюшка, но этот храм, он в принципе открыт для прихожан всех жилочек? Хороший вопрос, хороший вопрос. Вот в этом специфика служения храмов-привузов. Потому что если храм находится где-то внутри помещения, куда нужно проходить через какую-то вертушку, через охрану, то, конечно же, наладить полноценную приходскую жизнь в таком храме невозможно. Но есть храмы, имеющие отдельный вход и даже отдельно стоящие здания, как это мы видим здесь, в педиатрическом университете, как в медицинской академии Мечникова это мы видели, как в политехе отдельно стоящие также здания. Но, конечно же, на самом деле многое зависит все равно от священника, от настоятеля, потому что... Батюшка, простите, а вот как раз мы видим уже лекцию вашу. Да, здесь маленькая аудитория, и поэтому удается в такой теплой, дружественной обстановке общаться от сердца к сердцу со студентами, чему я очень рад и благодарю Бога. Слава Богу, Батюшка. Скажите, пожалуйста, вот какие навыки вы считаете являются основными для священника, которому дается такое послушание, как служение в Бузе? Да как любому священнику. Ему необходимо то, о чем мы говорили, чтобы исполнить свое предназначение. Это любовь и способность к общению, потому что... Ведь что нам мешает общаться? Вы знаете, приходит преподаватель, а все студенты, особенно в понедельник утром, либо спят, либо находятся в сети, в интернете. И обычно ты воспринимаешь это на свой счет. Ты думаешь о том, что ты неинтересен, твоя лекция неинтересна. Преподаватель может обижаться, преподаватель может как-то так или иначе выражать это в своем поведении, в отношении. Это все чувствуется. Поэтому очень важно, чтобы сам преподаватель пребывал в любви, чтобы у него было отверженности. Тогда можно этому же, а это самое главное, научить молодежь. – Батюшка, а что касается профиля, как вы считаете, вот, допустим, священник с медицинским образованием должен быть при медицинском вузе, или это не обязательно? – Желательно, конечно. Желательно, но, конечно же, не будем лукавить. Если мы говорим о том, что храм находится в вузе, то способность и возможность читать лекции для студентов, она, конечно же, желательна, обязательно. Но не это является главным служением. – Батюшка, а видите ли вы результаты работы? Вот в результате лекций, ну, так сказать, растет ли приход? – Да, потому что у нас сейчас, например, в педиатрическом университете по воскресеньям собираются около 20 студентов. Но о результатах лекций рано говорить, потому что буквально еще только несколько недель они ведутся. Опять же, те лекции, которые проходили в вузах, то есть 4 лекции в вузе, я не могу проследить их результаты, потому что это студенты, они могут ходить в разные храмы, и я не приглашаю их именно в свой храм какой-то, в один определенный храм. Но после каждого занятия подходят ребята и благодарят спасибо, потому что мы сами стеснялись, об этом говорили, стеснялись признаться, что мы являемся православными, и теперь нам гораздо легче. Многие, конечно, подходят и спрашивают, а можно ли посмотреть вашу Библию, потому что они с удивлением обнаруживают, что в Библии есть такие слова и о выборе спутника жизни, и о политике, и об эссихазме, и о выборе призвания. Раньше они об этом не задумываются. И, наверное, вот в этом задача, основная сверхзадача – это заинтересовать, чтобы, конечно же, студенты дальше уже учили. Это все, что можно сделать за такое короткое общение. Батюшка, но как Вы считаете, именно директорат, чем он мотивируется? То есть это желание приобщить к православной культуре или воспитанию какой-то толерантности? Какая цель ставится руководством вузов? Когда я начал читать лекции в педиатрическом университете, я поразился, почему в такая отзывчивость, в такое внимание у студентов. Я спросил у педагогов, они мне ответили, ну, это же педиатры. То есть этим людям необходимо, конечно же, в своей будущей профессии. А потом мне сказали, что если бы Вы читали лекцию у стоматологов, то была бы немножко другая реакция. Я уже сказал, что при вузах существуют больницы, и это, конечно же, связано не столько с преподаванием, сколько с самим наличием храма, с необходимостью его наличия, потому что люди и умирают, и получают исцеление, благодаря тому, что уже когда врачи уже ничего не могут сделать, происходит чудо, чему многие из нас были свидетелями не раз. Борисович, а как Вы считаете, на основании храма в вузе можно ли создать молодежную группу или вести какую-то такую молодежную работу, может быть, не связанную прямо с преподаванием и студенчеством? Ну вот я уже сказал, что в педиатрическом университете эта группа есть. Я не могу говорить сейчас за все остальные вузы, потому что там есть другие настоятели, там кто-то другой занимается работой. И, собственно говоря, студенты-медики – это, наверное, самые занятые в мире студенты. Тем не менее, если есть желание, если есть любовь, то находится и время. Батюшка, а расскажите поподробнее о деятельности благочиния в целом. То есть это же такая своеобразная епархия, да? Ну, так сказать, в кавычках, в кавычках я имею в виду, конечно, в рамках нашей Санкт-Петербургской епархии. То есть обычно у нас благочиния выделяются территориально, а это благочиние, оно является некой сетью такой. Что это такое? Это хорошая практика, потому что не всегда необходимо объединять благочиния по территориальному признаку. Очень важно координировать наши усилия. Вот мы уже, имея опыт чтения лекций, преподавания, имея некую в команду молодежи, можем помогать другим храмам, что, собственно, мы и делали. Когда мы открыли, начали служение в Смольном соборе, то вот все те ребята, которые занимались в нашем Центре Причастия, они стали там алтарниками с первого же дня служения. Кто-то уже даже в семинарии поступил. И, естественно, нам было гораздо легче священникам, которые там служат, гораздо легче начинать свое служение. В те же самые лекции в ВУЗе, но действительно не каждый может читать лекции в ВУЗах, не у каждого есть опыт. Значит, объединяя, координируя свои усилия, мы можем помочь друг другу. Это очень важно. Приведение совместных праздников, как День Святой Татьяны, мероприятий, связанных с молодежью, требует объединения, требует единства, общения. В общении смысл жизни. — Батюшка, сейчас достаточно часто в интернете появляются такие провокационные, антицерковные, атеистические ролики, которые создают молодежь, разнообразные блогеры. Встречаете ли Вы какие-то такие активные нападки против церкви от студентов? — От студентов нет. От специально оплачиваемых людей, да, это то, что касается строительства храма в парке Малиновка. Конечно же, мы столкнулись с беспрецедентной такой атакой, с такими проблемами. И, к сожалению, да, приходится усиливать молитвы, приходится быть как можно более внимательным к себе и к людям. — Батюшка, а что касается загородной вот этой Вашей деятельности в плане лагерей? — У нас есть две базы. Одна на севере, другая на юге. В деревне Согиница, это около 400 километров практически, почти, возле самой Карелии, на севере у нас есть храм 16 века, мы его отреставрировали, построили там ферму, и туда совершаются паломнические поездки. Но лагеря мы проводим на юге, в деревне Пенино, Сланцевского района Ленинградской области. И, собственно говоря, уже четыре года подряд там молодежные лагеря. И в этом году, летом мы планируем в июле месяце собрать уже молодежь со всего города, для того, чтобы провести там уже полномасштабный большой летний молодежный православный лагерь. — Но это добровольное мероприятие или, так сказать, организуются группы от ВУЗа, которые туда прямо посылаются? — Никакие группы, никакого насилия, вернее, я хотел сказать, никакого насилия в этом нет. Сейчас речь идет о том, что в Пенино существует храм, который мы восстанавливаем. Храм, освященный самим Иоанном Кронштадтским. И поэтому многие молодые люди с удовольствием едут, чтобы поучаствовать в восстановлении этого храма. Там есть источник, который также освящен Иоанном Кронштадтским. Прекрасное озеро, пасека, свой мед. Две комфортабельные гостиницы для паломников, совершенно бесплатные, где мы организуем бесплатное питание. Поэтому говорить о неком таком насилии, в том, что мы туда приглашаем людей, конечно же, не приходится. Это время, проведенное летом в лагере в Пенино, является незабываемым для всех, кто имел эту благословенную, благодатную такую возможность быть там. Изменяет жизнь. Ведь это… Вы говорите про приемы, да, про какие-то методы воздействия, но самым, конечно, сильным таким методом является то, что мы можем выехать за город без мобильного телефона, без телевидения, без интернета и хотя бы два-три дня провести не просто в уединении, в общении с Богом и в общении друг с другом, в молитве, в учении и в труде, и в отдыхе. Это то, что изменяет нашу жизнь, потому что является исполнением этой заповеди любви, общения с Богом и с ближним. Батюшка, мне передают вопрос от наших телезрителей. Как научиться такой любви, чтобы уметь принимать всех и каждого? Я являюсь жалким неудачником в любви, к сожалению. Я думаю, наверное, чтобы полюбить, нужно сначала потерпеть поражение, чтобы встать и иметь возможность нести любовь людям. Потому что, собственно говоря, очень важно, что любовь является нашим выбором. Многие спрашивают, что любовь – это дар, может быть, я рожден без этого дара. Но если Христос говорит заповедь новую, даю вам заповедь, да любите друг друга, то слово «заповедь» означает, что все имеют возможность и способность ее исполнить. Поэтому, если мы получаем эту заповедь, то значит, мы можем любить. И заповедь означает «хочу-люблю, хочу-не люблю». Это истина, которую должен понять каждый человек, что это твой собственный выбор. Спасибо большое, батюшка. У нас первый звонок, раба Божия Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Зависит ли приход в церковь от того образования, которое человек получает? Ну, скажем, от билок ли он философ, историк, техническое образование получил? Я делаю в том, что биолог, закончила университет, ну, 30 лет в школе биологии преподаю, и я знаю, что в вузах до сих пор дарвинизм преподает и эволюционную гипотезу. Вот насколько трудно биологу прийти, и это вообще не зависит, так сказать, от того образования, которое он получил. Спасибо большое за вопрос. Малое знание удаляет от Бога, большое приближает к Нему. Одним из самых главных миссионеров XX века является священник Александр Мень, биолог. По образованию. Биология – наука жизни, и я думаю, что каждый биолог встречается с тайной, в которой в результате его выбора уже личного может его привести к Богу и к любви. Спасибо, батюшка. Вот вы знаете, отец Олег, многие молодые люди, которые попадают в храм еще в школьное время, часто решают пойти после школы в семинарию, а не в светское учебное заведение. Как вы считаете, выбор этот правильный? Или все-таки желательно человеку, который хочет послужить в будущем церкви, сперва получить и светское образование? Есть разного склада люди. Вот есть такие молодые люди, которым действительно в армию лучше не идти, а лучше сразу идти в семинарию. Но никто не будет спорить с тем, что священнику будущему необходим личный опыт, на основании которого он будет совершать свое служение. Поэтому и армия, и светское высшее образование, или техническое, или гуманитарное, конечно же, необходимо, не случайно, до революции не рукополагали до 30 лет в любом случае. Что же нужно было делать до этого времени? Учиться или работать? И то, и другое. Учеба – это труд. – Батюшка, ну вот вы говорите, что, так сказать, одна из основных сторон, которые освещаются в ваших лекциях, это именно супружеская жизнь, создание правильной гармоничной семьи. Расскажите поподробнее, почему вы считаете, что без этого невозможно усвоить никакого христианского знания? – Ну, прежде всего, потому что всем студентам это интересно. И когда я перечисляю четыре темы – выбор призвания, выбор спутника жизни, выбор политической позиции или эсихазм, то в 99 случаях из 100 все выбирают вторую тему. Конечно же, это две темы о призвании и о семье, это как вот два крыла или рельсы, по которым нужно двигаться вот в этих лекциях, в этом служении, в этом призвании. Но я, конечно же, стараюсь провокационно, как я уже говорил, об этом говорить, и начинаю с того, что брак не является смыслом жизни, потому что на самом деле высшая форма общения, естественно, является общение с Богом, общением друг с другом, и это не обязательно происходит в браке. И люди меня слушают с недоумением, потому что привыкли к тому, что православная церковь защищает институт брака, и это именно так, потому что в наше время мы, в эту эпоху кризиса, мы должны об этом говорить. Но ведь на самом деле очень часто происходит манипуляция, когда девушки говорят, что вот тебе уже 20 лет, и ты в девках засиделась, тебе нужно выходить замуж. Очень часто мы принимаем решения не совсем продуманные, мотивированные неким сложившимся общественным мнением. Но ведь в православной церкви, при всем уважении к браку, нельзя забывать, что девственность всегда стояла на первом месте, как форма высшего общения с Богом. И вот с большим интересом студенты слушают об этом и о том, что призвание женщины – это не есть выйти замуж и родить детей. Потому что если мы будем думать, что это так, то после 40 лет, когда уже дети выросли, муж вырос, человек сталкивается с таким вопросом, «Господь, это все, это все, что Ты приготовил для меня в этой жизни, и больше ничего?» А это самая большая, может быть, проблема в жизни. А даете ли Вы ответ? Я говорю о том, что прежде всего призвание каждого человека – это быть вдохновением для друг друга. Ведь это ответ на вопрос, почему некоторые девушки имеют успех, пользуются успехом, меняют мужей, как их перчатки, другие, и один раз не могут замуж выйти. В чем секрет? В красоте, может быть, да? Или в чем? В каких-то внешних данных? В образовании? В богатстве? Нет. Нет. Призвание женщины быть вдохновением. Ну, собственно говоря, какие призвания мужчины быть вдохновением? Собственно говоря, для этого пришел на эту землю и Господь Иисус Христос, чтобы принести Духа Святаго в мир. Для этого пришел я в мир. Дух Святой – это есть та самая информация, которую мы призваны передавать друг другу, что является назначением каждого человека. Батюшка, ну вот Вы сейчас говорите о том, что основную роль играет именно общение, но, насколько я знаю, при храме Марии Магдалины, да, у Вас есть группы для беременных, и служатся богослужения определенным образом? Молебны, раз в месяц занятия, и на них я тоже говорю вот такие слова о том, что ребенок для женщины не является самым главным в данной ситуации. Главнее ребенка прежде всего муж. И они тоже это слушают с удивлением некоторое, с неким раскаянием, с покаянием. Это очень важно, понимать суть православного учения о браке и семье. Мы проводим также катехизацию, то есть мы не крестим сразу людей, они должны пройти четыре занятия, то есть целый месяц. И вот если еще и удается крещаемых или крестных отцов заставить прийти на эти занятия, подождать с крещением, то, конечно же, те, кто собирается венчаться, пришли в храм с просьбой о венчании, заставить прийти еще на какие-то лекции, ну, практически невозможно. А как же так тогда? Что мы себе думаем о браке, об православном отношении друг к другу, православном отношении к воспитанию детей? Мы даже и не хотим ничего об этом знать. Мы думаем, что венчание, как некая такая сверхъестественная защита, как результат некой магии, некого обряда, некая галочка на небесах, которая защитит нас в будущем от развода. Конечно же, это не так. Многие, насмотревшись каких-то фильмов западных о том, как отец ведет красивую невесту по проходу, к алтарю, у которого стоит жених, и красиво одетые гости, друзья молятся за них. Я им говорю, вы знаете, за деньги можно купить хор, который красиво споет. Но за деньги нельзя купить трезвого отца, который будет везти вас к алтарю. Или вообще отца. За деньги нельзя купить детей, друзей, знакомых, которые будут молиться на этом таинстве венчания именно о вас. Почему? Потому что, конечно же, одна из самых наших больших проблем – это невежество, отсутствие знаний, которые мы призваны друг другу передавать в любви. Спасибо большое, батюшка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вопрос к батюшке. Хотелось бы узнать мнение батюшки, вот не личное, да, а мнение Иисуса Христа, которое говорит в Евангелии от Луки, в 16 главе, в 18 стих, что всякий, разводящийся женой своей и женищийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведённой, сможет прелюбодействовать. Почему, вот, смотря другие передачи, да, батюшки отвечают, как от твоего мнения, что вторые браки и повторные – это как само собой разумеющее все явление. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, Господь Иисус Христос очень отрицательно относился к разводам. И когда мы читаем Евангелие от Марка, то там написано, в отличие от других Евангелий, что человек не должен разводиться с женой своей. И нет вот этой фразы, которая присутствует в других Евангелиях, в которой может быть добавлено позднее, «кроме вины прелюбодеяния». Потому что, если действительно разбираться, что означает эта фраза, «кроме вины прелюбодеяния», то получается так, что разводиться нельзя, кроме как если ты изменил своей жене. Так получается. То есть мы смысла не находим в этой фразе. И поэтому у Марка, как более раннего Евангелия, этой фразы даже и нет. И в католической церкви повторные браки запрещены. Православная церковь относится снисходительно к людям человеческой немощи. И у нас благословляются повторные браки, а именно повторно даже чин венчания существует. Он более такой скромный, скорбный в какой-то мере. Батюшка, ну это вопрос, на самом деле, достаточно серьезный в плане сегодняшней статистики. Ведь у нас количество браков примерно равно количеству разводов. И вы, когда общаетесь со студентами и видите их отклик на ваши слова о верности, о супружестве, о вечной ценности, как вы считаете, возможно изменить эту ситуацию, которая сейчас есть у нас? Все возможно изменить. И все меняется прямо на глазах. Вы знаете, когда ты видишь, когда прямо на лекциях студенты начинают просто рыдать. О чем это говорит? Просто рыдать. Это было для меня, конечно, необычное зрелище. Мы же верующие с вами люди. Мы должны знать, что наши слова, они определяют нашу жизнь. О чем мы говорим, то и будет происходить в нашей жизни. Это так. Потому что мы передаем информацию через Слово. А Слово Божие – это вообще основа жизни. Словом Господь мир сотворил. Словом созидается брак. Словом разрушается брак. Словом созидается наша жизнь. И я свидетель тому, как эти жизни меняются, и как меняется моя жизнь. Что значит, как человек может вдохновлять другого? Прежде всего, Словом. Получив самому вдохновение, как через Слово молитвы от Бога, мы молимся, чтобы получить это вдохновение от Духа Святого и передавать его дальше. В этом задача церкви. В этом задача храма в высшем учебном заведении Санкт-Петербурга. Спасибо, батюшка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я виседья. Я в сказали, у меня есть вот такой вопрос. Я учусь в школе, и у нас там есть такой предмет, называется ОССР. Там мы проходим на религии, где мы... Говорите, мы вас слушаем. Можно ли верующему человеку изучать эти религии? Спасибо большое. Переведите, пожалуйста. Можно ли верующему человеку изучать другие религии? Вот у молодого человека такой вопрос. Верующему человеку можно все, а тем более изучать. Дело в том, что я часто своим студентам говорю и отвечаю на этот вопрос. На Афоне, на фресках древних монастырей Афона изображены вместе с ветхозаветными пророками древнегреческие философы Платон, Аристотель, Сократ, как предтечи Христа. Об этом говорил сам Юстин-философ. Семена истины, которые рассеяны по всей земле, потому что мы же молимся Царю Небесный. Утешите душу истину. И же везде сый. И вся исполняй. И вот можно в некотором смысле сказать, отвечая на вопрос, ну раз об вас об этом спрашивают, самому не нужно идти и рассказывать, например, о буддизме. Но если спрашивают об этом, то можно сказать, что, конечно же, все лучшее в древних религиях, оно благодаря, конечно, приобщению к свету, приобщению к Богу, до Христа является предтечей Христа. В том числе можно назвать и основателей древних религий, предтечами Иисуса Христа. С другой стороны, все, кто были до меня, говорит Иисус Христос, суть вор и разбойники. В данном случае Иисус Христос говорил об иудейских лжемессиях первого века нашей эры. Спасибо, Господи, Батюшка. Ну и все-таки, как вы считаете, должна ли в вузах продвигаться такая программа, чтобы предмет встречи с духовенством стал обязательным, например, или входил бы в сетку расписания? Знаете, когда я пришел к ректору одного из вузов, по инициативе которого были организованы вот эти вот 40 лекций, я сказал, спасибо вам большое, Андрей Иванович, потому что аудитории по 160 человек. Это было так здорово. Есть, конечно, и небольшие аудитории, разные. Но, говорю, вот только вот в одном вузе было всего лишь 5 человек на лекциях. Он говорит, в каком? Я говорю, в вашем. Он говорит, как так? Я говорю, ну потому что везде лекции были внесены в сетку обучения, а в вашем вузе было маленькое объявление о том, что в полпятого дня в 16.30 какой-то священник, все-таки какие-то лекции по желанию приходите. Естественно, что вот на такое объявление студенты, если они не являются уже заранее вашими прихожанами, вашими друзьями, конечно же, не откликнутся. Есть очень много интересных предметов, где будут рады увидеть и встретиться с живым священником. Ну, будь то, например, например, опять же, религиоведение или философия средневековая, например. И вы встретятся с живым представителем средних веков. Но однажды, вот как раз то, что мы видим здесь, в университете культуры и искусств, один молодой человек встал и сказал в микрофон такие слова. В то время, как нам сокращают лекции по истории зарубежной литературы, к нам приходит человек в черном, чтобы рассказывать нам о Библии. На что я поднял Библию и сказал, дело в том, что как раз Библия это тоже есть часть зарубежной литературы. Это во-вторых. А в первую очередь я попросил у него прощения о том, что, к сожалению, из-за меня он был лишен возможности изучать то, что ему более интересно. Конечно, человек сразу покраснел, и атмосфера в аудитории изменилась, потому что очень важно уметь просить прощения у людей правильно. Вот. И я говорил о том, что вот как раз вот та информация, которая находится в Библии, она наиболее важна для университета культуры и искусств. В каждом вузе лекции отличались. У меня вообще нет текста. Вот меня просят, опубликуйте. Но в зависимости от специфики я начинаю людям рассказывать о том, что самая трудная профессия это кино и телевидение, например. Понимаете, да? Понимаю, батюшка. Понимаю. Отец Олег, простите, пожалуйста. Наши телезрители просят дать более точные данные по лагерю, студенческому молодежному лагерю, который проводит Ваша благочинная. Ну, всю информацию о будущем лагере можно узнать через наш епархиальный отдел по работе с молодежью. Мы совместно проводим этот лагерь. Он организуется. И с нашей стороны мы предоставляем базу именно в этом году, в наступающем. С их стороны организация людей. Ну, соответственно, да, дорогие друзья, мы вас адресуем в интернет, на сайт молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии. Там вы найдете информацию и телефоны. Батюшка, ну, что вы могли бы предвидеть в ситуации с молодежью? Вот сейчас нынешние школьники подрастают, придут в вузы. Будут ли это те же самые студенты, что сейчас? Или вы думаете, что ситуация изменится? К сожалению, вот когда мы учились, помните, говорили о том, что существует акселерация какая-то, да, что дети, следующее поколение, еще умнее предыдущего, еще умнее, и уже в школе изучают такие сложные вещи, которые изучали в вузе, а мы их изучали уже сначала в старших классах, а потом уже начали изучать и в младших классах, то сейчас, конечно же, ситуация прямо противоположна. Очевидно, в этом есть какой-то смысл, акселерация не может двигаться по прямой линии развития. Очевидно, что есть некая дегенерация, которую мы сейчас проходим, и, конечно, некоторое разочарование испытываешь, вот видя уровень подготовки студентов и их вопросы, их способность к общению. Казалось бы, вот уже нет тех всех советских предрассудков, каких-то ограничений, которые делали людей, может быть, закрытыми. Казалось бы, мы все тут общаемся и через интернет, и со всем миром, а в то же время способность человека к любви и к общению стала гораздо-гораздо ниже. Батюшка, ну, как вы считаете, интернет будет продолжать поглощать молодежь? Или все-таки мы увидим снова традиционных студентов с книжками, ручками и внимательно слушающих лектора? Мне кажется, что одно другому не противоречит, потому что в данном случае я пришел, например, на прошлую лекцию, у меня не было Библии для всех, я им сказал, ну что, открывайте гаджеты Матфея 28. Сработало. Все открыли. Батюшка, спасибо большое вам за визит к нам в студию. Прошу вас, благословите наших телезрителей на прощание. И, может быть, еще пару слов. Дорогие друзья, желаю вам самого главного, чтобы в вашей жизни было осуществлено ваше призвание, то, для чего вы рождены на этот свет. Вы рождены любить. Потому что счастье – это, когда тебя понимают, большое счастье – это, когда тебя любят, абсолютное, настоящее счастье – это, когда любишь ты. Выбирайте любовь. Желаю вам Божьего благословения во всем. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был помощник благочинного храма в привузах Санкт-Петербурга Иерей Олег Байда, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова